МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. До 20 лет за доставку запрещенных веществ. Кто такие закладчики и как их вербуют? Ученик года во Дворце детского творчества подвели итоги городского конкурса. В самый добрый календарь завершился фотопроект городского приюта «Зато верный друг». Далее расскажем обо всем подробно. Минтруд предложил упростить порядок получения субсидий на оплату услуг ЖКХ. Соответствующий проект постановления проходит общественное обсуждение. В частности, в нем предлагают исключить требования о предоставлении гражданами документов или их копий, которые содержат сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявление месяц. Также упростят процедуру продления субсидии. Уполномоченный орган через 6 месяцев с даты принятия решения о предоставлении субсидии может продлить ее на основании сведений, которые он получит через систему межведомственного электронного взаимодействия. 16 фактов сбыта запрещенных веществ зафиксировала Саровская служба по контролю за оборотом наркотиков в этом году. Псевдопрофессия закладчиков набирает популярность. Кто такие кладмены и чем грозит таким доставщикам охота за легкими деньгами, расскажем в следующем репортаже. Закладчики, кладмены или, выражаясь языком закона, лица, осуществляющие сбыт наркотических веществ. Как ни назови корабль, а поплывет он в одни места, не столь отдаленные. К сожалению, эта псевдопрофессия последнее время набирает популярность. Многих привлекает быстрый заработок. Вот только легкие деньги обходятся дорого. Способы вербовки кладменов самые разные, начиная от устного договора и заканчивая предоставлением так называемому работодателю скана паспорта со всеми данными. А порой даже и заключение контракта в письменной форме. Несколько лет назад в Сарове задержали одного такого сбытчика. Привозил сюда в город Саров солидные партии. Вот у него был, скажем так, на руках фактически договор, подписанный с той организацией, которая его наняла. Естественно, он понимал, чем он занимался, но трудное финансовое положение его и его родителей, как он говорил маме, подвигло его на эти факты. Порой в эту сферу идут люди, ведомые самыми благородными порывами помочь семье, близким людям. Вероятность попасться правоохранительным органам близка к 100%, утверждают многие статистические исследования. А потому важно понимать, что сев за решетку, вы не только не сможете помочь родным, но и сломаете свою жизнь. Все, что связано со сбытом, если это групповое, в том числе зависит от веса изъятого наркотического вещества, то это уже приближается ближе к 10 годам. А все, что групповое и побольше вес, это вплоть до 20 лет лишения свободы. За этот год сотрудники правоохранительных органов задержали 16 человек, которые занимались сбытом наркотических средств в нашем городе. Часть дел уже передали в суд, по-другим ведут расследование. Если вам в сети предлагают легкие быстрые заработки, где всего, то нужно доставить товар из точки А в точку Б, тысячу раз подумайте, прежде чем решите согласиться на подобные сомнительные предложения. Более 12 миллиардов рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы выделил премьер-министр Михаил Мишустин из резервного фонда правительства. Ранее Мишустин поручил министру труда и социальной защиты взять исполнение этого решения под личный контроль. Напомним, согласно майскому указу 2012 года, зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников до 200%. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Как оформить ежемесячную выплату на второго ребенка до трех лет из средств материнского капитала, напомнили в Минтруде. Получить деньги могут семьи, где доход на одного человека не превышает двух прожиточных минимумов. Выплаты назначают в размере регионального прожиточного минимума на ребенка. Если родители подадут заявление в течение шести месяцев со дня рождения малыша, то выплату установят с момента рождения и перечислят всю сумму за прошедшие месяцы. Если заявление будет написано после того, как ребенку исполнилось полгода, то выплату установят со дня обращения. Заявление можно подать лично в любом территориальном органе Пенсионного фонда России, в МФЦ или онлайн через личный кабинет ПФР или портал Госуслуг. Продолжается голосование за выбор территории, которую будут благоустраивать в 2022 году в рамках программы инициативного бюджетирования «Вам решать». От Сарова на конкурс заявили 16 проектов. От того, насколько активно проголосуют жители, зависит, получит ли наш город финансирование на все проекты или только на часть из них. Отдать свой голос можно двумя способами. На сайте вамрешать.рф для того, чтобы проголосовать, на портале не нужно авторизоваться через Госуслуги. Достаточно ввести в специальное поле свой номер телефона и пройти авторизацию через СМС. Также отдать свой голос за один из проектов можно по телефону 8 800 222 79 45. Звонок по России бесплатный. 8 831 423 79 45. Может взиматься плата по тарифу вашего оператора связи. Голосование продлится до 22 декабря. Портал Госуслуг будет технически готов к выдаче сертификатов привитым иностранными вакцинами и тем, кто переболел коронавирусом без обращения к врачам в декабре. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Напомним, что россияне, которые сдали положительный тест на коронавирус после 1 января, но не обращались за медицинской помощью, смогут получить документ о перенесенной болезни, если сдадут положительный тест на антитела. Действовать сертификат будет год, как и у других переболевших. Те, кто положительный тест не сдавал, но предполагают, что переболели, могут подтвердить факт перенесенной инфекции положительным тестом на наличие антител. В этом случае сертификат будет действителен полгода. При этом уровень антител измерять не будут. Как уточнила вице-премьер, для выдачи сертификата будет достаточно того, что они просто есть. Сертификаты после теста на антитела смогут получить и те россияне, которые привились иностранными вакцинами от коронавируса. Документ также будет действовать полгода. Пятая волна коронавируса COVID-19 может начаться в Нижегородской области с 15 января. Такой прогноз дал министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов. Ближе к середине февраля будут очень серьезные цифры. Этому поспособствует как ослабление иммунитета тех, кто переболел Дельта штаммом, ослабление иммунитета тех, кто вакцинировался более шести месяцев назад. Этому будет способствовать и приход нового штамма Омикрон, сказал Мелик-Гусейнов в интервью телекомпании Волга. По его словам, пятую волну отчасти спровоцируют дети, потому что они не иммунизированы. Сейчас в России прививают только совершеннолетних. Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что Нижегородская область получит вакцину «Спутник М» для детей до конца 2021 года. Две недели жители дома на Некрасово-3 жаловались на невыносимую вонь в подъезде. В подвале прорвало канализацию, но коммунальщики не спешили исправлять ситуацию. Устав от бездействия управляющей компании, жители обратились в нашу рубрику «Городской дозор». С управляющей компанией «Центр ЖКХ» у дома номер 3 по улице Некрасово непростые отношения. Все жилищные проблемы люди решают только через прокуратуру или депутата, а ждать специалистов порой приходится больше положенного срока. Так было и с прорванной канализацией. Девушка вызов приняла, сказала, что придут, посмотрят, но так ничего и не сделали. На этой неделе я звонила во вторник, тоже сказали, вызов приняли, придем, свесарь вызовем, придет, посмотрит. Ну и вот свесарь, увидели мы его сегодня. Жители вызывали рабочих еще в конце ноября. Все это время в доме стоял невыносимый запах, который доходил даже до девятого этажа. В сантехниках ждали почти две недели. По словам рабочего, засор произошел из-за неправильной эксплуатации канализационной системы. При прочистке нашли тряпки и даже одежду. Хотя такой случай произошел и в первый раз, но вот переполненные мусорные баки, разбросанные отходы по детской площадке все чаще беспокоят жителей. Почему люди равнодушно к этому относятся, так я не знаю. Может быть, я такой товарищ, что мне больше всех, конечно, надо, но хочется все-таки жить в доме, где чистота и более-менее порядок по нынешним временам, насколько это возможно. И хотелось бы, чтобы, когда мы обращаемся в эти службы, которые нас обслуживают, чтобы вовремя приходили и все исправляли, потому что в квитанциях у нас стоит большая сумма за содержание жилья. После того, как сантехник отремонтировал канализацию, запах в подъезде стал меньше. Также в день нашего приезда, на удивление жителей, убрали и весь мусор из бака. Если коммунальщики бездействуют и в вашем доме, обращайтесь по телефону городского дозора 37 200. Церемония награждения по итогам городского конкурса ученик года 2021 состоялась во Дворце детского творчества. Дипломы и ценные подарки старшеклассникам вручила директор ДДТ Светлана Калипанова. Подробности далее. Сразу после открывания заслонки начинает высыпаться песок с массовым расходом минуты. Рассказать о педагоге или наставнике, который много для тебя значит, снять о нем двухминутный видеоролик. Финальное испытание конкурса ученик года хоть и было непростым, но участники с ним блестяще справились. Илья Лобачев представил на суджюри ролик о своем преподавателе физике. Фишка видео юноша считает участие в нем одноклассников наставника и бывшего воспитанника, который сейчас учится в МГУ. Честно говоря, само участие в конкурсе не было моей личной идеей, то есть мне его просто предложили. Сразу появилась довольно тяжелая мысль, что будет непросто, потому что так вышло, что 15-й лицей практически всегда забирает первые места и, соответственно, требования были высокие. Илья с непростой задачей справился, упрочив лидерство лицея номер 15 в этом конкурсе. Помимо видео-визитки, ребят ждало еще два испытания «Я ученый» и «Я эрудит». Заранее ребята готовили презентацию о себе в контексте «Я ученый», а в режиме реального времени ответили на 10 вопросов викторины, связанных как с наукой, так и с историей Сарова. Городской конкурс «Ученик года» проходил в этом году восьмой раз. И второй год именно в дистанционном формате. Но, тем не менее, от этого он не утратил своей актуальности, своей креативности, своей, вы знаете, вот такой остроты, потому что действительно те ученики, дети, которые участвуют в этом конкурсе, они действительно настоящие лидеры. Церемония награждения победителей и призеров прошла в теплой дружеской атмосфере. Дипломы и ценные подарки старшеклассникам вручила директор ДДТ Светлана Калипанова, еще раз отметив способности, достижения и отличные материалы, которые подготовили финалисты. Анна Пилипец, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Новый год – время надежды, чудеса волшебства. Красочный календарь с обитателями городского приюта «Зато верный друг» станет отличным подарком для вас, ваших друзей и близких. А главное – это шанс на жизнь для всех безнадзорных животных. Шанс на то, что однажды они услышат «Пойдем домой». Один календарь – более ста спасенных жизней. Именно столько беспризорных животных нашли свой дом во время съемок первого проекта организации «Зато верный друг» два года назад. Поэтому идею с календарем волонтеры решили повторить. Когда мы начали транслировать в соцсети, что у нас идет такой проект, что есть животные, мы увидели больше отклик от населения и действительно стали приходить и забирать животных. Найти дом пушистым беспризорником – одна из целей проекта в съемке календаря. Приняли участие известные люди города. Они выкладывали видео с животными в свои соцсети, рассказывали знакомым о том, насколько ласковые питомцы в приюте и как они нуждаются в любви и заботе. Результат не заставил себя ждать. Многие четвероногие герои календаря уже нашли свой дом. Еще одна задача – собрать деньги на содержание животных. Сейчас на попечении волонтеров зато верный друг 120 питомцев. Часть в приюте, часть на передержках. Многие нуждаются в лечении, дополнительном уходе. Только собаки съедают до 15 килограммов корма в день. На все это нужны средства. Календарь продается, никому он не будет подарен. Это основная концепция наша. Даже участники календаря, кто тратил свое время на это все, все выкупают. Стоимость календаря – 1000 рублей. Контролирует зато верный друг, наша общественная организация, эти денежные средства. И все они будут потрачены, естественно, на корма на животных. Чтобы календарь стал действительно отличным подарком, в этом году волонтеры решили сделать его на качественно ином уровне. Для этого обратились за помощью в фотостудию «Вега». Работа была проделана колоссальная. Оборудование, фон и свет – все это вывозили на каждую съемку в приемник. Нам было проще собраться студийным оборудованием и вывести это все на площадку, знакомое животным. Ну, по крайней мере, у них было минимализированное передвижение, какие-то стрессовые ситуации. Фотограф отснял десятки тысяч кадров, из которых для календаря выбрали 13 лучших. То, что получилось в итоге, не оставило никого равнодушным. Профессиональное фото, на которых запечатлены живые эмоции. Календарь пропитан духом любви и заботы. Было интересно запечатлеть, когда человек видит животное, он испытывает настоящие эмоции по отношению к животному. И это очень хорошо выглядело на самих кадрах. Помочь беспризорным животным теперь не только просто, но и особенно приятно. Приобретайте календари для себя и в подарок друзьям и близким. Все информации о том, где и как можно купить календарь, в группе общественной организации «Зато верный друг» ВКонтакте. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Однокласснике. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин